Всем привет дорогие друзья! Сегодня я решил снять для вас видео разговорное, а именно на тему холодный ток и генератор холодного тока. Недавно я снимал видео про то, как можно сделать генератор холодного тока. Если вы это еще видео не видели, посмотрите перед тем, как смотреть это. Итак, что же такое холодный ток? Само значение слова холодный ток имеет множество значений. Более подробно про холодный ток вы можете узнать у одного автора. Ссылка на него будет в описании. Я же расскажу про холодный ток в моей установке. Итак, если мы возьмем катушку, подадим на нее резкий импульс и затем этот импульс отключим. В катушку наблюдается прилив энергии из окружающей среды. И эту энергию мы можем снять. Возникающий холодный ток в катушке имеет направление тока противоположное направлению нашему классическому току. Соберем эту установку. Если у вас нету полевого транзистора, то можете использовать биполярный, например, КТ-805. Конечно, эффективность будет меньше, но работать будет. Лично проверено мною. Для того, чтобы обнаружить этот эффект, не обязательно мотать большую катушку. Достаточно взять 2 метропровода. Постоянная нагрузка. В моем случае это двигатель постоянного тока. Генератор прямоугольных импульсов на Ардуино. Это тот же генератор, который я делал в прошлом видео. Только этот выполнен на Ардуино нано и припаян к макетной платке. Также генератор прямоугольных импульсов можно сделать на таймере 555. Вот сама схема. Но если у вас нету 555 таймера, то как генератор можно использовать мультивибратор. Только тогда нужно емкость этих конденсаторов заменить на 0,1 микрофарад и меньше. А этот светодиод подключить на управление транзистора. Катушку буду мотать на почти списанной ручке. В первых экспериментах я использовал транзистор ИРФ3205. Сейчас я буду использовать транзистор ИРФ740. Сейчас по-быстрому спаям эту схему. Затвор, сток и сток транзистора ИРФ740. Делал я этот эксперимент с такой маленькой катушечкой. Чисто для того, чтобы вы поняли, что сделать генератор холодного тока очень легко. Можно даже с маленькой катушечкой. Сейчас я хочу поотвечать на некоторые комментарии. Итак, первый комментарий. Какой смысл этой схемы? Смысл этой схемы заключается в том, чтобы преобразовать наш классический электрический ток в что-то новое, что-то неизведанное. А именно в холодный ток. Также, еще один смысл. Так это получить больше мощность из меньшей. Знаю, звучит абсурдно. Но я думаю, что с этой установкой это сделать возможно. Итак, вот выглядит готовая установка генератора холодного тока. Как видим, у него есть два входа и один выход. Один провод минус питания, второй минус от генератора прямоугольных импульсов, второй плюс питания и второй плюс от генератора прямоугольных импульсов. И выход идет на мотор. Когда мы подаем резкий импульс на катушку, а затем этот импульс резко выключаем, происходит прилив неизведанной энергии в эту катушку. Чтобы лучше было все видно, я буду снимать на полу. Как видим, блок питания настроен на 6,7 вольта. Он будет питать генератор прямоугольных импульсов. А это провод от 18-ти вольтового блока питания, который будет питать сам генератор. Замеряем напряжение от блока питания, который будет питать нашу ардуину. 6,8 вольта. Это обозначает то, что у нас будут импульсы размахом в 6,8, то есть 0 и резкий импульс до 6 вольт. Как я сказал, блок питания на 18 вольт. Подключаем питание к нашей ардуине. Обратите внимание, что я ардуину буду питать почти 7 вольтами. Это нужно для корректной работы ИРФ 740 транзистора. Если на его затвор подавать менее 6 вольт, то тогда он будет работать некорректно. А если менее 5 вольт, то он работать вообще не будет. Кстати, кто-то говорил мне, что измерять скважность мультиметром прямоугольных импульсов нельзя. А я отвечу, можно. Для этого включаем режим вольтметра, и мультиметр будет измерять среднее значение импульсом. Например, если будет 50% скважности, то тогда будет мультиметр показывать напряжение в 2 раза меньше, чем максимальное напряжение импульса. Итак, вот наша установка. Затвор транзистора идет на плюс генератора, а исток напрямую подключаем в минус. Вот так это все выглядит. Теперь подключаем питание. Значит, минус подключаем в исток, а плюс подключаем сюда. Чтобы вам было все это лучше видно, я это помещу на лист бумаги. Итак, подключаем питание. Обязательно для работы транзистора нужен какой-нибудь радиатор, потому что в работе он будет сильно греться. А сейчас я запущу установку на частоте 5,3 кГц. Итак, замеряем ток, который ест. Это установка. 0,88 ампера. Это при скважности импульса около 35-40%. Сейчас я повысил рабочую частоту до 19 кГц. И как видим, когда мы подключаем питание, моторчик начинает вращаться, то есть уже выделяется холодная энергия. Потребление 670 мА. Итак, замеряем ток выходной при коротком замыкании. Мультиметр, который слева находится, показывает 180 мА, но при этом как-то странно себя ведет. Вот, поменял частоту, уже 320 мА. Сейчас я уменьшу скважность импульса, и как видим, потребление упало до 100 мА. Итак, справа мультиметр показывает входной ток. Левый выходной. Как видим, на входе у нас 60 мА, а на выходе... выделяется 90 мА при коротком замыкании. Как видим, когда мы подключаем нагрузку на выход, общее потребление схемы остается таким же. Ток с Ардуино идет менее 1 мА. Кто скажет, что у меня пропускают просто эти диоды? Ну, ребят, вы видели. Я подключаю на выход нагрузку, а потребление остается таким же. Итак, рассчитаем КПД. На входе у нас 0,6 А. На выходе 0,35 А. И причем 7,5 В напряжение выделяется. На входе у нас 18 В. И как видим, тут сверхъединицы никакой нет. Эффективность этой конструкции можно поднять, сделав большую катушку. Как видим, вот я намотал огромную катушку. О, ребята, там уже наблюдается один очень интересный эффект. Какой? Покажу в следующем видео. Подпишись на канал, чтобы не пропустить это видео, если ты еще не подписан. Также эффективность можно поднять, повысив входное напряжение. Диоды нужно использовать как можно более высокочастотные. Вот, на Алиэкспрессе я купил 100 штук диодов, SMD-шки. Это ультрафаз диоды. Ну, а если вы еще не видели первое видео про мой генератор холодного тока, советую его посмотреть. Ссылка в описании и на экране. Ссылку на статью с генератором холодного тока я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok